Ребятушки, всем привет, это Ахинея и Барахло. В первой части мы обсуждаем футбольные инфоповоды, которых сейчас нихера нет, потому что все сидят на карантине. А во второй части я отвечаю на ваши гениальные вопросы, которые можно задавать в комментах под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех, и вы добавляйтесь обязательно на карантине, охренительно скучно, хоть пообщаемся с вами там. Рубрика «Самый кайф» лучшее из того, что я увидел, услышал или прочитал на этой неделе. Как и я, на карантине сходят с ума футболисты, тренеры, комментаторы и так далее. И они нашли выход, они проводят в инстаграме прямые эфиры, причем совместные. Например, Киржаков уже побазарил с Аршавиным и Сосмоловым, Нобель звонил Слуцкому, футбольный биги Сергей Егоров зачем-то сделал полчасовой эфир с Тимуром Журавелем, потом еще и выложил себе на канал, я не знаю, кто это будет смотреть. Но прямые эфиры, друзья, можно закрывать, потому что никто не повторит то, что сделал Роналдо. Роналдо нормальный, феномен, пухлый, тот, который играл в Интере, Барселоне и Реал Мадриде. Роналдо набрал сначала Бекхэму, потом Роберто Карлосу, потом подключился Икер Кассильес, Фигу, была гостевая спецзвезда Кристиан Вьере, даже Джанни Инфантино заглянул на этот стрим. Я, когда эти фамилии у меня всплывают в голове, сразу же представляю себе футболку знаменитую «Сименс Мобайл». У кого была такая в детстве, ставьте лайк сразу же. И они там, кстати, эти все звезды обсуждали очень будничные вещи. Например, Роналдо говорил, как же я счастлив в Вальядолиде. Он там то ли владелец, то ли президент, то ли основной акционер, и он развивает этот клуб, помогает ему как-то чуть-чуть подниматься по турнирной таблице. А Бекхам говорил, слушай, да я тоже функционер, у меня Интер Майами очень сложно пока первый сезон в МЛС, но мы еще обязательно всех поимеем. Или Икер Кассильес вспоминал, как у него случился сердечный приступ и благодарил просто Господа, что это произошло на тренировке. Потому что если бы Икер был один, как он сам сказал, могли бы мы сейчас с вами и не общаться. Он был бы на небесах, мы бы его оплакивали. Потом эти парни начали вспоминать золотые времена Реал Мадрида. Ну как золотые, мы это еще обсудим чуть позже. Но, например, Роналдо рукоплескал Бекхаму за шедевральные передачи. Роберто Карлос обсуждал, как он коммуницировал с Икером Кассильесом. Не хватало только Гути, Рауля и Зидана. И тогда бы все, Галактикос в сборе. Вот просто Лига Справедливости появилась в Инстаграме. Поэтому повторить такой сквад уже невозможно. Завязывайте с прямыми эфирами. Теперь немножко о том, чем парадоксален Реал Мадрид начало нулевых. Я уже миллион раз рассказывал, что слежу за футболом 2003-2004 года. Я не застал, как Реал два раза за три года взял Лигу Чемпионов. И я видел, как они покупают, покупают, покупают суперзвезд и не могут даже титул Чемпионов Испании взять. Вот там были, например, вот эти Роналдо, Бекхам, Зидан, Фигу. И они сезон 2003-2004 завершили на позорнейшем четвертом месте. Как так вообще можно? Потом тоже не боролись за золото. И я просто посмотрел список тренеров. И это же настоящий стыд. Камачо. Хусей Антонио Камачо. Кого он заметно тренировал после Реала. В Индерли и Лушенбургу выписали чувака из Бразилии. Вообще какой-то фрик, типа Ива Вортмана, который потом в Динамо работал. Мариано Ремон. Я такого вообще не знал. Именно из-за этих тренеров Реал ничего не мог выиграть. Потом уже позвали Фабио Капелло. Он поставил мега незрелищный футбол. Избавился, например, от бразильца Роналдо. Но титул был. Взяли золото Ла Лиги. Теперь вернемся к стриму. Если вы не владеете никаким языком, кроме русского. Или, например, не хотите просто разбираться и тратить время. Я в описании прикрепляю ссылочку на сайт realmadrid.ru. Там все расшифровали. Плюс-минус подробно. Садио Мане. Моя мечта выиграть титул АПЛ в этом году. Но если этого не случится, я пойму. Такова жизнь. Надеюсь, нам удастся победить в следующем сезоне. Вот просто образец хладнокровного и умного человека. Потому что, во-первых, он говорит, надеется выиграть в следующем сезоне. Ну а кто еще, кроме Ливерпуля? У них и сейчас один соперник в Манчестер-Сити. Но и Сити все свалят, потому что не будет Лиги Чемпионов. Уже известно, что Рахим Стерлинг просто намылил лыжи свои. И еще там другие будут игроки, которые тоже скажут, а без Лиги Чемпионов мне за Сити играть и неинтересно. Но остальные. Челси еще не созрел для того, чтобы бороться за золото. Манчестер Юнайтед просто смешно. Арсенал не топ-клуб, больше Тоттенхем с Жозе Мауриньо. Чао сразу. Ливерпуль выиграет золото сезона 2021. И так Мане успокоил фанатов, которые сейчас думают, мы так долго ждали, 30 лет, не брали золото, а сейчас еще. Я все, я пошел в окно. Садио Мане, человек, который в принципе-то участвовал в завоевании трофея, который по справедливости должен был Ливерпуля достаться, но, видимо, не достанется, реально молодец. Потому что ему, он понимает, 27-28 лет. И он еще будет в прайме 2, 3, 4, 5 лет. И такой весь Ливерпуль. Они там все 92-го, 93-го, кто-то еще моложе. Так что не беспокойтесь, фанаты Ливерпуля. Обязательно вы свое золото возьмете. И еще одна история про Садио Мане. Ну, все знают, что он мега скромный, что он уже, когда играл за Ливерпуль, например, мыл в туалете в мечети. Или что у него телефон, а там защитное стекло, оно потрескавшееся. Причем сам этот смартфон, по-моему, iPhone 11 Pro Max, ему подарил Джинни Виналдум. Потому что сам Садио Мане решил, что ему роскошные смартфоны не нужны. У него какая-то старая модель была до этого. И так с тачками, с домами, со всем остальным. Он скромный, говорит, я не понимаю, зачем мне эта роскошь. И вот Садио Мане, оказывается, отправляет каждый месяц по 70 евро каждому члену семьи одного из беднейших районов Сенегала. То есть вот люди, которых Садио Мане, может быть, даже лично не знает, получают от него помощь ежемесячную. И если перевести 70 евро в рубли, то окажется, что в зависимости от курса это где-то 5-6 тысяч рублей. То есть Садио Мане помогает африканцам лучше, чем в России помогают пенсионерам во время коронавируса. И тем более, чем в России помогают бизнесу во время карантина. Леонид Слуцкий запретил в рубине слово из четырех букв. Если вы вдруг не смотрели выпуск Красавы, то у вас есть 3 секунды, чтобы додуматься, что это за слово. Итак, в Туркменистане запретили слово коронавирус, приравняли его к слову ИГИЛ. А в Татарстане запретили слово брат. Потому что Слуцкого задолбало, что все игроки обращаются на тренировках друг к другу. Брат, брат, эй, брат, дай пас, брат, Красава, брат. И когда Слуцкий заметил, что Солмурад Бакаев сказал Данченко брат, Лео просто вскипел. Потому что Зелимхан Бакаев играет за Спартака, а не за Рубин. И Данченко Солмураду никакой не брат. И после этого Слуцкий запретил это слово. Оно теперь в бане в рубине. И это, наверное, самая эффективная мера и самая полезная, которую Слуцкий вообще ввел в Казани. Потому что до этого был какой-то КВН. Но! Маленький интерактив. Друзья, смотрите. Нужно придумать для игроков Рубина новое слово вместо брата. Убираем сразу однокоренные. Убираем бро, брателла, братуха, братка. Все это в помойку. Пожалуйста, пишите в комменты, как игроки Рубина должны друг друга называть. В следующем выпуске я назову лучший вариант. Вилли Саньоль о финале Чемпионата мира 2006 года. Я не принял извинения Зидана. Выкурил 250 сигарет за 10 минут. Тут лично для меня финал Чемпионата мира 2006 года это, к сожалению, главное разочарование детства. Потому что я был фанатом футбола. Я смотрел все матчи на Чемпионате мира. Но! 9 июля 2006 года я так наигрался в футбол на даче, что у меня не было сил смотреть финал. Я лег на диван. Был у меня крошечный черно-белый телевизор, который очень херово ловил. Но, тем не менее, звук было слышно замечательно. И рассмотреть можно было, что происходит. Я засыпал. И матч был говнецо. Ну, честно, не очень веселый. Я мечтал, ну, пожалуйста, ну, давайте без овертайма. Ну, пожалуйста, ну, умоляю вас. Но нет. Был овертайм. И примерно минуте, наверное, на 105 после первого овертайма, кажется, я подумал, так, все, мне плевать на Италию, плевать на Францию. Завтра с утра я узнаю, как они сыграли. То есть я минут за 10-15 до того, как Зидан нанес свой легендарнейший удар в грудь матерации, выключил телевизор. И все узнал уже постфактум. И для меня вот все эти почти 14 лет Зидан здесь не антигерой. Ну, потому что ушел совершенно выдающимся образом мимо кубка. Это, наверное, лучшие фотографии игрока, футболиста, который завершает карьеру вообще в истории. Свалил. Счет остался таким же. Потом в серии пенальти. А серия пенальти тогда была лотерея. Потому что исследования пенальти были на очень-очень низком уровне. Там, куда кто прыгнет, уже непонятно. Только, наверное, Рафа Бенитес запаривался по пенальти. В общем, я не считал, что Зидан как-то подвел Францию. Потому что дотянули 1-1. И дальше уже Давид Трозеге не забил пенальти. И можно было Вилли Саньолю обижаться на Давида Трозеге. А он почему-то считает, что Зидан подвел Францию. Я в корне с этим не согласен. Возможно, вы со мной поспорите в комментах. Но мне кажется, что Зидан, вот я вспоминаю, он в плей-оффе убрал Испанию. Отдал гениальнейший пас на Тьерри Анри в четвертьфинале против Бразилии. Там был маленький офсайд, но тем не менее, все равно это победный гол. Потом в полуфинале, вроде бы, Зизу казнил Португалию. И в финале тоже забил, если я не ошибаюсь, а я, наверное, не ошибаюсь, Зинадин Зидан. И как можно после этого на него обижаться? Без Зидана не было бы вообще ничего. А Саньол с ним 2 года не общался и только перед собственной свадьбой помирился. Какая-то чушь. Игрок Зенита может перейти в Спартак. Такие слухи уже были, но сейчас. Мои источники, мои крысята в Спартаке мне сообщили, что Томас Цорн, небезызвестный, как коршун летает над Долером Кузяевым. И мечтает его из Зенита переманить, потому что Спартаку нужен игрок в центр поля с пасом и с ударом. У них там сейчас совсем все тухло. Опорник, опорник, мы хотели подписать опорника. Это еще зимой Томас говорил. И вот, видимо, будут брать Долера Кузяева. Мне кажется, что эта сделка не будет такой же резонансной, как переход, например, Быстрова из Зенита в Спартак. Или как переход из Спартака в Зенит Артема Дзюба. Всем уже, по-моему, плевать на Долера Кузяева. Я посмотрел и с огромным удивлением узнал, что ему 27 лет. Он уже давным-давно не растет как футболист. Просто нормальный игрок для клуба, который хочет попасть в десятку чемпионата России. Как Спартак-Москва. Кстати, самый странный факт про Долера Кузяева. Он, в отличие от многих других футболистов, нормально учился в универе. То есть он в Финейке сначала окончил бакалавриат, потом магистратуру. И сейчас вот он учится в аспирантуре по специальности экономика. За это ему, конечно, респект. Барахло! Ваши чудеснейшие вопросы, мои зауряднейшие ответы. Но прежде чем я начну отвечать, пожалуйста, подпишитесь на все, что можно. Например, на этот канал, влепите колокольчик. Или на мой телеграм-канал, ссылка в описании, там есть эксклюзивный контент. Или на подкастах, чтобы просто слушать и не видеть мое мерзейшее лицо. Подписывайтесь сразу на все. Работа над ошибками. В прошлом выпуске я сказал, что Матч ТВ склонировало шоу, которое вел Гарри Линекер. Я дурак. Потому что это шоу на самом деле вел Гарри Невилл, лучший тренер в истории Валенсии. Я не знаю, как я перепутал. Но, тем не менее, даже на монтаже меня не смутило, что там фамилия Линекера. И, кстати, лучи уважения летят Тимуру Журавелю, который придумал адаптировать этот формат для Матч ТВ. И у Тимура на канале есть бэкстейдж со съемок Оршавина и Быстрова. Я его посмотрел только недавно, к своему стыду. Ссылочка у меня в описании, потому что там реально весело. И Тимур Журавель классный парень, хотя раньше я считал его душным. Извини, Тимур. За что не любят Леонида Слуцкого? Давайте возьмем сначала спортивные результаты. Он явно поднял Ловка Москва на новый уровень. Пока они не загнулись. И, кстати, увольнение Слуцкого это ошибка, я считаю, Москвы 100%. Потом в Крыльях его тоже обожали, говорят, классный был коллектив, круто все играли, Жека Савин там с ним и подружился. Дальше. ЦСКА. То же самое. Четвертьфинал Лиги Чемпионов, три российских чемпионства. То есть по успешности Слуцкий, ну как минимум, как Валерий Газаев. У Газаева была самая богатая, наверное, команда, самый богатый клуб в начале нулевых с самыми жирненькими возможностями. А у Слуцкого, когда был, например, сезон 12-13, первое чемпионство Лео, седьмой бюджет был в стороне у ЦСКА. Так что достижения Слуцкого даже круче, чем у Валерия Георгиевича Гав-Гав. Теперь о том, почему Слуцкого не очень любят. Потому что основная футбольная аудитория в России это такие брутальные мужики. И им нужен такой же брутальный кумир. Как Валера Карпин выходит после матча и говорит, а трешку, блядь, с Дани, блядь, с Бруно Алвишем. Все, поговорил с фанатами на их языке, показал яйца свои гигантские, значит свой. Или Вадим Евсеев, можно себе представить, как ты приходишь, в барчик садишься, рядом Вадим Евсеев с пивком и на твоем языке тоже с тобой общается. Или Станислав Черчесов, ну тоже весь такой, как будто из бронзы сделанный, ну мужик. Или Юрий Павлович Семен, как пример бодрой старости. Тоже, ну невозможно не восхищаться тем, насколько актуален Семен в свои 70 с лишним лет. А Слуцкий он не такой, он слишком мягкий, зефирный, манерный, интеллигентный. И он такой пухлик, пончик, да веселый, да явно умный, но им тяжело восхищаться. И при первом же проебе Слуцкий такой, ой, ой, теряется. Но видно, что у него какого-то огромного стержня, как у того же Карпина или Черчесова, нет. Он очень рефлексирующий тренер. И поэтому фанатам в России тяжело себя с ним ассоциировать. Мне кажется, что в Европе, где работал Слуцкий, его любили больше, чем у нас. Несмотря на то, что он там ничего не добился. А у нас почему-то считается, что Слуцкий какой-то клоун. Вспомни самый несправедливый золотой мяч. Я сейчас абстрагируюсь от мейнстримного 2010 года, когда могли дать Хави, Иннести, Снейдеру. А почему-то дали Месси, который ничего толком не выиграл. У меня было два случая, когда я прям горел. У меня жопа полыхала из-за того, что золотой мяч дали не тем, кому хотел бы дать я. 2013 год. Франк Рибери, который затащил с Баварии, выиграл, требовал, забивал, отдавал. У него жена, даже наглая женщина, освободила на полке место под золотой мяч. Ну ладно, бывает. Там дали, по-моему, Месси или Роналду. Ну какая разница? В 2014 году я искренне топил за Мануэля Нойера. Я считал, что если и давать кому-то из вратарей за последние десятилетия, то ему. Потому что он настоящий наследник Яшина. Яшин в 60-х годах изменил игру голкиперов. Стал вообще хозяином, владельцем всей штрафной. А Мануэль Нойер раздвинул границы. Он стал играть и за пределами штрафной. Выходил к центру поля. И все это крайне эффективно и без ошибок. И в 2014 году он выиграл чемпионат мира. Он стал лучшим вратарем чемпионата мира. Бавария тоже салатницу, естественно, забрала. Дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Надо давать Мануэлю Нойеру. А дали кому? Криштиану Роналду, который завалил чемпионат Испании. Завалил чемпионат мира. Да, взял Лигу Чемпионов в финале. Там забил четвертый гол в пенальте. Показал всем пресс. Но этот четвертый гол ничего не решал. Поэтому празднование смотрелось очень комично. Почему выиграл Роналду? Потому что голосовали тренеры и капитаны всяких подзалубных сборных. Если бы голосовали журналисты. Кстати, я не помню. Может быть, это неправда. Но если бы голосовал лично я, я бы точно дал Мануэлю Нойеру. Мне кажется, что кому еще дать из вратарей за последние годы, как не ему. Самый жалкий клуб в истории РПЛ по твоей версии. Не самый жалкий, а самый смешной. Я в принципе не очень понимаю, зачем клубы с Дальнего Востока выходят в РПЛ. Потому что они там говорят «Привет!» и сразу же вылетают. Но все не любят эти клубы. Все просто сговариваются. Московские команды, Зенит, какие-то провинциальные, чтобы не летать во Владивосток или в Хабаровск. И поэтому Луч энергия в 2008 году вышла. У них был такой-то дебильнейший газон, я помню, во Владивостоке. Зенит туда прилетел летом. Зенит – обладатель Кубка Уэфа. И там просто воды было по колено, сыграли 0-0 только за счет этого. Но потом Луч прилетел в Питер и получил 8-1. Даже говорили, что договорняк. Но на самом деле никакой не договорняк. Просто я общался с игроками того Зенита. И они сказали, блядь, нас так взбесило, что мы потеряли очки во Владивостоке, что мы решили размазать эту мерзкую команду. Еще я года три назад брал интервью у Димы Смирнова, высокого такого нападающего, который застал тот Луч. И он мне рассказал, что там был тренер Зоран Вулич, который прям обижался на игроков. Вот просто пример. 2008 год, лето, Австрия, сборы Луча. И как раз параллельно шел чемпионат Европы по футболу. У футболистов было свободное время, они пошли поболеть за сборную России. Вернулись, а там обиженный Зоран Вулич. А почему вы ушли? Они говорят, ну у нас свободное время, мы же не бухали, просто пошли на стадион посмотреть классный футбол. И, короче, Вулич с ними просто перестал общаться. Час ходил обиженный и надутый. Или, например, игроки очень любили перед тренировкой, ну подурачиться, побить с центра поля поворотом. Вулич это смотрел, смотрел, его это раздражало, и он сказал, все, такое упражнение, бьем с центра поля поворотом. Игроки поржали, пять минут нормально били, а потом десять минут лупили там через забор, в лес ближайший специально мимо, а Вулич смотрел и надувался, надувался, надувался. И вот я взял это интервью у Димы Смирнова, проходит несколько дней, и он мне звонит и говорит, слушай, ты не мог бы удалить это интервью, потому что Зоран Вулич на него обиделся. Я очень хохотал, потому что, о чем рассказывал Дима Смирнов, то и случилось. Вулич обиделся. Но самое чудовищное в том луче, это, конечно, премиальные. Они там явно вылетали, и им в конце сезона сказали, давайте мы вам будем платить за победы, только останьтесь, ну пожалуйста. Весь Владивосток за вас болеет, мы хотим, чтобы вы остались в РПЛ. И им обещали чуть ли не 50 тысяч долларов каждому футболисту, если будет две победы подряд. Все-таки, о, сейчас мы слетаем в европейскую часть России, вернемся, подзаработаем. Но вместо 50 тысяч долларов каждый игрок луча получил по 3 тысячи долларов, потому что они одну единственную ничью там с кем-то зацепили, а все остальное просрали. И грандиозных премиальных так и не увидели. Расскажи про свой зашквар. У меня действительно есть история, о которой я стыжусь, и с которой я разобрался буквально на этой неделе. Я в 2012 году очень искал работу, хотел писать какие-то тексты про футбольчик, писал всем подряд, какие-то свои резюме отправлял, свои примеры текстов. И был такой сайт, типа нынешнего рейтинга букмекеров, где обозревали всякие конторы, и писали анонсы матчей, коэффициенты сравнивали. Ну, понятно, такой более-менее механический проект. Я хотел там писать какие-то короткие материалы. Я уже договорился с редактором или владельцем этого сайта. Уже мы согласовали виртуально, пожали друг другу руки, уже гонорар даже мы определили. Все, должен вот-вот выйти на работу. И тут мне сообщает журнал Еврофутбол, кажется, что я принят, что я каждый месяц могу им писать материалы. Я рассудил, что лучше, работать на каком-то сайте, где моего имени даже не будет, как автора материалов, и я просто никак не прокачаю себя в профессиональном плане, и никто это читать не станет, и никто про меня не узнает. Или в глянцевом журнале, который я сам читал в детстве. И я, как последняя крыса, как последняя мразь, добавил человека, с которым мы договорились, владельца сайта этого, в черный список. Ничего толком не объяснив. Поступил как ублюдок. И вот буквально сейчас я у себя в телеграм-канале, когда листал список участников этого канала, список подписчиков, нашел имя этого человека, и ему написал, и извинился, и оказалось, что он смотрит этот канал, что он давным-давно меня простил, что все окей. И у меня прям камень так, бабах с души. Стало сразу же на душе приятно. Но между прочим, никогда так делать не надо, конечно, но есть известный футбольный тренер, который минимум дважды так прокидывал работодателей. Я говорю про Карла Анчелотти, потому что в конце 90-х он должен был возглавить Фенербахче. Приехал в Турцию, уже все обговорил. Ему пообещали там бесплатные авиабилеты домой, какую-то виллу на берегу какого-то там моря или реки, неважно, личного водителя с элитнейшей тачкой. Условия по контракту тоже бешеные, кажется, 3 миллиона долларов. Для того времени это вообще космос. Карла Анчелотти сказал, так, я у вас буду тренировать, но мне надо в Италию смотаться, с Ювентусом решить вопросы. Я там как раз, меня уволили, нужно просто бумаги там подписать. И он свалил из Турции, просто не хотел там работать и все, не вернулся. Кинул несчастных турков. Потом прошло 3 года, и Анчелотти уже договорился с Пармой. Он и до этого работал в Парме, и вот должен был вернуться в Парму. Все уже было согласовано. Предварительный контракт даже подписал. Толстячок какой хитрый. Тут ему звонит Адриано Галлиани из Милана и сказал, так, ты сейчас едешь к себе домой, выключаешь телефоны, жалюзи вот так, в такой режим, как будто тебя нет, я через черный ход к тебе пробираюсь, мы подписываем контракт, ты становишься тренером Милана, Парма идет в жопу. И Анчелотти повелся, соблазнился, конечно, потом с Милана много всего выиграл, но владелец Пармы был просто в ярости, и Карл Анчелотти его прекрасно понимал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на телеграм-канал. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok